Иван Лукьянович Солоневич Замечательный наш русский публицист Закончивший жизнь в эмиграции, в зарубежья Сказал, Россию погубила сплетня И вот эта легковерность Эта сплетня, которая шла и изнутри, и извне Стала беспроигрышным оружием в борьбе с Россией В первую очередь во время войны Сплетни касались темных сил Так называли императрицу Александру Федоровну Ее дочерей, близких подруг, такую как Вырубову Естественно, Распутина, министров, премьер-министров Преданных императору людей, да и самого императора Когда Павел Николаевич Милюков Вышел на трибуну Государственной Думы Размахивая стопкой газет А это были немецкие газеты Он только что вернулся из заграничной поездки И провозгласил глупость или измена Имея в виду действия правительства И самых близких к императору людей Их он обвинил в работе на врага На Германию Эту сплетню подхватили очень многие И в армии И в правительстве И среди чиновников И среди интеллигенции Уже много лет Раскручивалась, как сейчас бы сказали Тема немки-предательницы Александра Федоровна Немецкой когда-то принцессы Вышедшей замуж за русского наследника Будущего императора Николая II А во время войны Это обрело уже Совершенно страшные черты Утверждалось, что Из царского села Из резиденции Николая II И его семьи Прямой телеграф Шел в ставку Вильгельма И Александра Федоровна Выпытывала у своего мужа Все секреты И все планы Армии и правительства И обо всем докладывала Своим немецким родственникам Уверяли, что именно она Была виновницей Дефицита, к примеру, сахара Хотя Сахар ограничили в продажах Чтобы пресечь самогоноварение В России в то время Был сухой закон А уж Что рассказывали Про Распутина Эти истории вызывали Только одно Омерзение Презрительное Омерзение К всему царскому дому К царице Ко всем, кто Был рядом Эти сплетни были Просто порнографическими Императрицу обвиняли В любовных связях С грязным мужиком Как писали о Распутине Григория Ефимовича Обвиняли в том, что она Отдала ему в наложницы Александра Федоровна Своих дочерей Обвиняли в том, что Распутин Сам ставит Министров Руководителей В армии Вскоре после революции Руководители Временного правительства Решили готовить суд И над Николаем Вторым И над царицей И над всеми Темными силами И именно для этого Было создано Первое ЧК Не то ЧК Второе Которое Было создано После победы большевиков И который возглавил Феликс Эдмундович Дзержинский А первое Чрезвычайная Следственная Комиссия ЧСК Задачей которого Было Документальное Разоблачение Рухнувшего Царского Режима Очень многие Известные люди Были этими Первыми Чекистами В том числе И граф Альденбург Оставивший Свои Воспоминания В том числе И Замечательный наш Поэт Александр Блок Который Который Был Одним из Редакторов Документов Готовившихся Этой организации Чрезвычайной Следственной Комиссии Было Проведено Самое Пристрастное Следствие Которое Было Призвано Доказать Влияние Александра Федоровна И темных сил На политику Царского Правительства Были найдены 17 писем Которых Александра Федоровна Обращалась К своему Мужу С теми Или иными Политическими Просьбами Но Ни одну Из этих Просьб Император Николай Александрович Не исполнил А скажу По-честному Лучше Бо Он Исполнял Лучше Бо Он Был Подкаблучником В том смысле Как Иногда Называли Его Его Недруги Александра Федоровна Была Мудрая Женщина Немка По крови С системными Очень Редкины Для русского Человека Прагматическими Качествами Воспитанница Английской Королевы С прекрасным Образованием И что Самое Главное Русская И Православная По духу Она Сердцем Чувствовала Очень и Очень Многое Что Необходимо Было Бы Сделать И накануне Революции Когда еще Что-то Можно Было Изменить Она Писала Своему Мужу Арестуй Гучкова На время Распусти Революционную Думу Сейчас Все Рухнет Но Николай Александрович Решал По Другому Конечно же Одной Из Самых Пререкаемых Фигур Был Григорий Ефимович Распутин Мы Не можем Сейчас Высказывать Свой суд Ни о ком В том числе И об этом Человеке Есть Такие закадочные Фигуры В нашей истории Что узнать О них Полностью Мы сможем Только На страшном Суде Божьем Когда Откроется Все Конечно же Он не был Таким Монстром Как Описывала Его Сплетня И Российская Тогдашняя Пресса Если Кто захочет Узнать Подробности Причем Подробности Высшей степени Объективны Пожалуйста Почитайте Книгу Замечательному Нашего писателя Ректора Московского Литературного Института Алексея Варламова Книга Книга И так Называется Распутин Так вот Человек Это был Действительно Неординарный Имевший Возможности Молитвенные Возможности Исцелять Неисцелимого Больного Царевича Алексея Страдавшего Гемофилией Конечно Подобные Свидетельства Можно было бы Умножать До бесконечности А результат Действительно Доверие К Императору К его правительству Не такому правительству Как Временное Которое показало Свои способности Очень быстро А действительно Несущему и крест И тягость Реальных дел Так вот К этому правительству Доверие было утрачено У меня есть друг Зураб Михайлович Чевчевадзе Он князь Действительно Потомственный князь Хотя человек Очень-очень скромный Я Имел счастье Знать его Маму Марию Львовну Чевчевадзе Накануне Революции Она Была еще подростком И с семьей Жила в царском селе То есть В том месте Где Были дома Высшей Русской Аристократии Так вот Она рассказала Мне Уже В возрасте Пожилая Марья Львовна Чевчевадзе О том Что Однажды К ней Пришла Соседка Какая-то Великосветская Дама И В разговоре За чаем Это был год Шестнадцатый Сказала Но когда же Эти мерзавцы Освободят нас От своего Присутствия Кого вы имеете В виду Спросила Мать Маша Чевчевадзе Эта дама Сказала Ну эти Романова И тогда Хозяйка дома Встала И Произнесла Я попросила Вас Выйти И больше Не посещать Мой дом Чевчевадзе Были Настоящими Монархистами И Не слушали По заповеди Божьей Не слушали Ни клевету Ни сплетен Так вот Они оказались Изгоями В царском селе Им объявили Байкот И с ними Перестали Общаться Их И Великосветские И интеллигентные Друзья А что же Правительство Оно Во время войны Не было Таким сильным Как скажем Правительство Времен Премьер-министра Виты Или Тем более Времен Премьер-министра Столыпина Оно возглавлялось В общем-то Не слишком Выдающимися Людьми Но Они Тянули Свою лямку Они Вели Россию К победе Они Делали Все Чтобы Обеспечить Россию Максимально И продовольствием И Всем Тем Что Необходимо Было Народу Но Наладить Диалог С обществом Тем более Каким-то Образом Это Общество Не то Что Перевести На свою Сторону Но Хотя бы Быть Услышанными Они Так И Не Смогли Не Смогли Они И Предотвратить Переворот И Революционное Волнение Председатель Государственного Совета Российской Империи Иван Григорьевич Щегловитов Сказал Паралитики Власти Слабо Нерешительно Как-то Нехотя Борются С эпилептиками Революции Это был приговор Хотя На самом деле Весь переворот И вся эта революция Держались на соплях Весь переворот Произошел Абсолютно Неожиданно Как и Розанов Писал Россия Слиняла В 2-3 дня Если бы Да кабы Если бы Дети императора Не болели корью И он все время Бы не думал Об этом Если бы Он не послушался Генерала Алексеева И не оставил Бы столицы Если бы Георгиевские Кавалеры Во главе С Ивановым Все-таки Вошли бы В Петроград Генерал-лейтенант Дмитрий Филнатьев Профессор Николаевской Военной Академии Написал Что Подавить Бунт Столичного Гарнизона Легко Можно было С помощью Одной Кавалерийской Дивизии Однако Подобного Генерала Не нашлось А с другой Стороны Февралист Очень Неприятный Человек Скажем Аккуратно Неким Стеславский Признавался Позднее Можно сказать С уверенностью Если бы В ночь С 27 На 28 Противник Мог бы Подойти К Таврическому Дворцу Где заседала Государственная Дума Даже незначительными Но сохранившими Строй и Дисциплину Силами Он взял бы Таврический Дворец Защищаться Нам было Нечем Правительство Однако Не смогло Этого сделать Оно было Дезорганизовано Паралитики Власти Слабо Нерешительно Как-то даже Нехотя Боролись С эпилептиками Революция Вот так у нас Время от времени Происходит